Дракошия Дракошия волшебная страна! Дракошия волшебная страна! Чемпион Чем бы заняться, Тутуча? Может, полетаем среди облаков? Давай лучше по ним попрыгаем! Или покатаемся! А зачем выбирать? Давайте сыграем в дракошные старты! Ого! А как в них играть тайны? Сначала надо слепить полосу препятствий! А кто ее пройдет, станет чемпионом! Ой, что-то полоса не лепится! Как же нам тогда играть в дракошные старты? Хе-хе-хе! Дедушка Робус! Кажется, у меня есть подходящий подарок! Это волшебная полоса препятствий! Стоит ее развернуть, и можно играть в дракошные старты! Спасибо, дедушка Робус! Сейчас как развернем! Какая дракошная полоса препятствий! А я знаю, как сделать ее еще дракошнее! Тутуча! Магия оживления! Ого! Выходит, сначала нам надо попрыгать через бревнышки и не упасть в воду! Потом пролететь через колечки! А затем забраться на горку и съехать к самому финишу! Кто же будет первым? Первый будет тутуча! Что-то я не планировала сегодня купаться! Хе-хе! А теперь очередь Тайми! Дракоши скорости! Стану чемпионом в два счета! Тайми! Магия супер скорости! Ой-ой-ой! Кажется, я застрял! Теперь точно моя очередь! Можешь не пробовать, Рудь! Эта полоса препятствий даже для меня сложная! Молодец, Руди! Как это у тебя получилось? Ты что, тренируешься во сне? Или пьешь на завтрак коктейль мудрости! Хе-хе-хе! В чем твой секрет? Да нет у меня никаких секретов! Я занимаюсь обычными дракошными делами! А можно мы за тобой понаблюдать? Конечно! Пожалуйста! Каждое утро я читаю книжечку! Ага! Наверное, это и есть секрет! Тогда я прочитаю вообще все книжечки! Хе-хе! Еще я кушаю разные фруктики! Это мы тоже попробуем! Все! Теперь мы тоже станем чемпионами! Да как же так? Мы все за тобой повторили, но ничего не помогло! Может мы что-то пропустили? Да вроде бы ничего. Перед зарядкой я обязательно читаю книжечку. Перед чем? А после зарядки я всегда съедаю фруктики. После чего? После дракошной зарядки. Ее же делают все дракоши, верно? Что это вообще такое? Можешь нас научить, Рути? Пожалуйста, припожалуйста. Конечно. Полетели скорее. Чтоб в дракошных стартах победить, Нужно спортом заниматься, прыгать, бегать и ходить. Упражнения по порядку выучить нам нужно. И дракошную зарядку выполняем дружно. Выполняем дружно! Руки вверх, руки вниз и прыжки на месте. Мы получим главный трюс. Занимайся вместе. Сделаем мы стадион из игровой площадки. Каждый точно чемпион, если делает дракошную зарядку. Если делает зарядку. Погодная палочка. Какая весольная сегодня погода. Ни одной хмурой точки на небе. Так и хочется это нарисовать. Эх, было так красиво. А теперь противный дождик и ветер. Вот бы эту погоду можно было поменять. Дедушка Робус. Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок, мисс Оля. Что же там такое? Не терпится увидеть. Это волшебная погодная палочка. С ее помощью можно загадать любую погоду. Спасибо, дедушка Робус. Сейчас попробую. Хочу, чтобы дождик закончился и ветер пропал. Ого, какая жаркая погодка. Моя любимая, теперь можно и порисовать, и позагорать, как следует. О, надо сделать так во всей дракоши. Вот друзья порадуются. А ты уверена, что это хорошая идея, мисс Оля? Конечно, что может быть плохого в хорошей погоде? Руки! Магия растений! Какой милый цветочек. Теперь надо его полить. А вот и дождик. Плоды саженцы. Он вот-вот завянет. Где же все дождливые тучки? Ай, какие быстрые сегодня облачка. Обожаю такую погоду. Ой, солнышко выглянуло. Ветер пропал. Ой, мой домик. Как же он будет парить без ветра? Кажется, это последнее. Мисс Оля, что ты делаешь? Убираю хмурые тучки, чтобы везде была отличная погода. Но ведь без дождика мой цветочек засохнет. Нотки-палки, а я об этом и не подумала. А без ветра у моего домика не вращается винт. И он вот-вот упадет. Что же делать? Я все исправлю. Хочу, чтобы на небе снова появились и дождик, и ветер. Эх, и даже хмурые тучки. Мой цветочек распустился. Ура! И мой домик снова летает. Спасибо, Мисс Оля. Хе-хе-хе. Смотрите, дракоши. После дождя в небе под солнышком появляется радуга. Ай, как мисс Оля. Вот что я нарисую. Мисс Оля, магия творчества. Ух ты. Какая красивая получилась картина. Спасибо. Оказывается, в плохую погоду тоже бывает хорошо. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Молодцы. Да это же вторые участники. Мисс Оля и Вундер. Погодите-ка, дракоши. А где ваш велосипед? Ой, кажется, мы про него забыли. Как же нам быть? Неужели мы не будем участвовать в велогонке? Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок. Что же там такое? Не терпится увидеть. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Выиграть велогонку? Он должен быть быстрым. Чем же нам его улучшить? Есть дракошная идея. Вундер, магия техники. Это облачные турбины. С их помощью наш велосипед будет быстрее ветра. Молодец, Вундер. Я тоже кое-что добавлю. Мисс Оля, магия творчества. Это крылья бабочки. Чтобы быстро порхать по облакам. Технично, мисс Оля. Надо добавить еще чего-нибудь. Музыкальная колонка, чтобы слушать музыку. И облачный фонтан с птичками. Холодильник с напитками. Кроватка, если кому-то захочется вздремнуть. И кардиночка с фруктами, на случай, если проголодаемся. Что это вы сделали со своим велосипедом? Мы его улучшили. Теперь мы точно-точно выиграем гонку. Это мы еще посмотрим. Все дракоши готовы. Тогда велогонка начинается. Гонка, гонка, поскорей поехали вперед. Чтобы ехать побыстрее, пусть ветер подтолкнет. Крустятся два колеса, сделаем мы паруса. Из зонтика, и тряпки, из бабушкины шляпки. Велогонка, велогонка, гонка. Мы в дракоши смеемся звонко. Нужно всех опередить, из дороги не сходить. Чтобы дракоши победить. Чтобы дракоши победить. Мутики-шпонтики, мы снова на старте. Так нам никогда не выиграть велогонку. Не расстраивайтесь, милые дракоши. Скажите, а зачем вам столько улучшений? Как зачем? Чтобы велосипед был самым быстрым. И они все так необходимы? Вообще-то, холодильник не так уж и нужен. Да, и без фонтана с птичками можно обойтись. И без этого. И без этого. И без этого тоже. Молодцы дракоши. Мы закончили велогонку все вместе. Вот это дракошно. Поздравляю с победой, друзья. Как вы сделали свой велосипед таким быстрым? Просто мы оставили только нужные улучшения. Ой, кажется, одно старое еще осталось. Очень нужное улучшение. Волшебная лопатка. Как хочется хрустящей морковки. Ого, какие большие они выросли. Осталось только собрать. Дедушка Робус. Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок, Рути. Не терпится увидеть. Это волшебная лопатка. Она вскопает что угодно. Если сказать ей волшебные слова. Лопатка, лопатка, вскопай мне грядку. Как дракошно. Спасибо, дедушка Русь. А чтобы лопатка перестала копать, надо... Улечил. Лопатка, лопатка, вскопай мне грядку. Ого. Вот это дракошный урожай. Правда, лопаточка? Ого. Ого. Мотки-палки! Мой домик падает! Не соля, не волнуйся! Это все моя волшебная лопатка! Я ее сейчас заберу! Лопаточка! Перестань, пожалуйста! Прости мне, соля! Ее просто так не остановить! А как ты ее запустил? Дедушка Рубус рассказал мне, как ей пользоваться! А я его тогда не дослушал! Скорее, к дедушке Рубусу! Осторожнее, дракоши! Дедушка Рубус, повтори, пожалуйста, как пользоваться волшебной лопаткой! В этот раз я буду слушать очень внимательно! Чтобы лопатка начала копать, надо сказать, лопатка, лопатка, вскопай мне грядку! Ага, ага, и это я помню! А чтобы она остановилась, надо сказать, лопатка, лопатка, встань у оградки! Я понял! Спасибо, дедушка Рубус! Сейчас разберусь! Лопатка, лопатка, встань у оградки! Ой! Рубус! 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 Не за что! Теперь надо помочь другим дракошам! Рубус! Рубус! Хо-хо, да это же настоящий морково-мобиль Кажется, я понял Слушать других – это очень важно Ты что-то сказал, Рути? Единорог Ой, тут нет И тут тоже Где же он может быть? Привет, Тоша Кого это ты ищешь? Привет, друзья Я ищу единорога Кого? Это такая красивая лошадка с волшебным рогом Вот бы его увидеть Хотя бы одним глазком Хе-хе, но ведь единорогов не было А мы видели одного совсем недавно Правда? И где? Неподалеку На облачной площади Спасибо, друзья Полечу искать Соля, единорогов же не бывает Почему ты не сказала этого Тоша? Мне хотелось как-то его порадовать А что, если мы сделаем для Тоши единорога? Это как? Есть дракошная идея Вундер, магия техники Это костюм единорога Наденем его и порадуем Тошу Несольно А давай я его раскрашу Дракошно Только чего-то не хватает Кхе-хе-хе Дедушка Робус Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок Это какой же? Не терпится увидеть Хо-хо-хо Это волшебный рог Спасибо, дедушка Робус Готово Теперь единорог совсем как настоящий Залезай, Лизоля! Эй-ка-ка! Полетим! Никого тут нет Эй-ка-ка! Да это же настоящий единорог! Ой, как крепко! Тише, Вундер! Он нас раскроет! Хе-хе-хе Ты даже красивее, чем в книжке! Кстати, тут написано, что единороги очень любят речку! Что такое? Ты чего, Вундер? Я не люблю речку! Да ты откуси кусочек! Иначе душа что-нибудь заподозрит! Ну как? Вкусно? А еще тут написано, что единороги любят, когда им расчесывают хвостики! Как тебе такой стиль? А может лучше такой? А еще, 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 еще! Еще тут написано, что ты очень любишь катать на себе других! Это правда! Спасибо, что покатал, единорог! Единорог? Ой, кажется, я застряла! Тошки-матрешки! Единорог сломался! Прости нас, Тоша! Нет никакого единорога! Мы хотели тебя порадовать и надели этот костюм! То есть, вы сделали его? Зачем же мне волшебный единорог, когда у меня есть такие волшебные друзья? К тому же, я и сам могу стать единорогом! Е-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-